Всем привет, друзья! Меня зовут Кирилл, с вами Молдоферма. У нас то снег идёт до невозможности, то морозы. Сегодня у нас мороз, минус 26-27 был. Очень холодно, ясная погода. Но обещаю такую погоду только, по-моему, один денёчек сегодня. Завтра уже минус 10, но сегодня уж проживём. Вышел я на управу, вон Гуфи, точнее Граф отвязался, бегает во дворе. Не знаю как. Он бегает, бегает. Сейчас буду ещё сегодня вакцинировать кроликов. Они у нас уже хорошо подросли, им уже почти 2 месяца. И в возрасте от 45 до 60 дней кроликов мы обязательно вакцинируем. Сейчас ещё пройдёмся по хозяйству, поход сделаем. Также у меня для вас есть ещё одни новости. Зашёл к нашим породистым курочкам, всех покормил, напоил, водички поменял. На улице мороз такой, а здесь тепло. У нас здесь тёплая подстилка и стоит тепловая куста одна. Смотрите, по семьям. Давайте небольшую экскурсию ещё раз устрою. Быть может, кто не знает, какие у нас породы в хозяйстве есть. Первая порода – это наши курочки породы маран. Давайте поближе посмотрим. Вот такие красавчики, посмотрите. Это у нас маран чёрно-медный. Четыре курочки и петушок. А несут они вот такие тёмно-коричневые. Также ещё называют их паскальные шоколадные яйца. Такие красавицы. Несутся сейчас отлично. В день по два-три яйца. А в следующем загоне у нас находятся курочки породы Брама. Маран, Брама – это у нас порода, а окрас – Изабелла. Посмотрите, какие красивые курочки. Петушок просто шикарный. У нас здесь семейство. Один петушок и пять курочек. У нас все чисто породные. Окрасы просто восхитительные. В следующем, третьем загоне у нас курочки породы Виандот серебром. Смотрите, а эти-то какие красавицы. Здесь у нас семейство. Два петушка и семь курочек. Смотрите, такой шикарный окрас. Моя самая любимая порода. Наши кроличьи семейства. Это у нас кроличата Эльзы и наши сиротки. Сегодня у меня по плану вакцинация крольчат. Сейчас будем вакцинировать. Сейчас принесу препарат и будем их колоть. Все готовенькие ждут, да? На улице холодно, но крольчата уже большие, поэтому им морозы не страшны. У них своя шубка. Да, малыш? Их по шесть. У Эльзы шесть крольчат. Наши сиротки шесть штучек. И также наш пухложопик. Один. У звездочки. Вот он. Его тоже будем вакцинировать обязательно всех. Прыгаем обратно, ребятки. Первый. Точнее, четвертый. Пятый. И ты остался. У-у-у! Камикадзе. Все. Молодцы. Еще один малый остался. Пухложопик. Пойдем с нами. Тебе тоже нужно. Вот ты и один. Опа! Какой пухлый. Ну вот и все. Все наши крольчатки провакцинированы. Теперь будете здоровы и будете болеть. Это наш пухложопик. Все. Молодцы. Все хорошо себя вели. И все наши посадки обязательно отправляем под фитолампу. Вот теперь. Единственное, что нам остается делать, это ждать всходов. И каждый день обязательно проветривать. Если будет конденсат, то его тряпочкой убирать. Кстати, я вам не показывал. У меня взошли еще томаты. Это томаты для подоконников. Посмотрим, что получится из этого. Салатики. Наши подопечные птички гуляют. Уточки и гуси. Какая красота. Сейчас тут натопчут мне. Снег мне нужно убирать. Граф. А то в этих нельзя. Как раз на снегу немного почистятся. А то чумазенькие стали. Красотки. Уточки наши. Гуси. Кстати, гусы не до сих пор несется. Смотрите. Вот. Уже на месяц как несется, если не больше. Опять снег пошел. Только вчера убирали. Прям хлопьями. Крупный. Такой. Да. Граф, ты снегу-то рад? Мне кажется, ты точно рад. Вот чего они дали. Вкусного корма. Не бойся. Водопой. Это как называется? Кормешь? Кормишь? Пользуясь случаем, хочу напомнить, что идет запись на инкубационное яйцо. Данных пород. Также от курочек породы Лакиданзи. Сейчас мы их тоже посетим. Также у нас в хозяйстве есть мускусные утки различных окрасов. Это шоколад, серебро, лаванда. Также смешанные семья, от которых можно получить различные окрасы. А вот пришли мы в следующий курятник. Здесь у нас находятся курочки породы Лакиданзи. Данная порода курочек несет красивые, пасхальные, также голубые, либо оливковые яйца. Я уже урожай собрал, поэтому прикреплю вам фото, сможете увидеть. Здесь у нас семейство. Два петушка. Вот. Раз, два, восемь курочек. И еще одна курочка у нас стала наседкой. Она высиживает. А вот этот красавец. Это петушок молодой породы Виандот. Он у нас молодой петушок на продажу стоит, как запасной. Поэтому, если вдруг кого-то тоже интересует, смотрите, вот такой красавец. Уже буквально через месяц-полтора он будет подходящий для племенной работы. Все курочки у нас содержатся в отдельных загунах для того, чтобы сохранить чистопородных всех курочек и будущего потомства. Инкубационное яйцо также собираем отдельно. Поэтому, кто желает тоже приобрести такие красивые и необычные породы, то для записи можно писать по ссылке в Телеграм. Либо же можете написать даже и ВКонтакте. Ссылка есть. Запись ведется на весну. Можно уже записаться прямо с февраля месяца. Кого на какой месяц интересует. Доставка также есть не только по региону Чуваши. Я, кстати, нахожусь в Чувашской республике. Но и в ближлежащие регионы и в другие города. Поездами, автобусами, попутки и также почтой ЕМС. ЕМС это ускоренная доставка почты России. Доходит примерно за 3-5 дней. Это прям вообще супер быстро для яиц. Также не забываем про инкубационное яйцо мускусных уток. В начале февраля буду закладывать первую партию цыплят. Для вывода цыплят, инкубационное яйцо. И кто желает цыплят, буду закладывать по именно заказам. Столько цыплят выведу, сколько будет необходимо. Пишите тоже. Доставка, к сожалению, по цыплятам нет. Если только до Чебоксар, у остальных самовывоз. Если сами будете приезжать, обязательно сделаем скидку. Птица у нас хорошая, здоровая, красивая, необычная. Поэтому записывайтесь по ссылке. Либо вконтакте пишите, либо в телеграме. Всех вас жду. А знаете, где я нахожусь? Помните, в прошлом ролике я вам рассказывал, что у меня из курочек Лакиданзи она хочет стать мамкой. Так вот, я долго думал, сажать ли и не сажать. С вами тоже советовался. Так вот, все-таки решили сажать. Так как на улице у нас холодно. На данный момент вообще 30 градусов. Я решил ее занести домой в котельню. У нас есть вот такое помещение. Ну, в общем, сказать, задний вход. Черновой. Здесь у нас стоит и печка, и котельная. Поэтому здесь ее-то я и пристроил. Она сидит сегодня уже тут с 19 числа. Сегодня у нас 23. Вот такая красотулька. А сидит она не просто на куриных яйцах. Я вам такое скажу. А на гусинах и индюшинах. На гусинах сидит с 17 и 19 я ей подложил еще индюшины. Осторожненько посмотрим. Вот, смотрите. Индюшины. И вот большое гусиное. И сегодня у нас... Так, с 17 числа какой день? Шестой день у гусей. И поэтому мы будем авоскопировать. Сейчас немного побеспокоим ее. Сам вывод у нас планируется на 19 февраля, потому что гусиные высиживаются 30 дней, а индюшины 28. 4 гусиных и, по-моему, 5 индюшинах. Будем смотреть. Интересно, какой будет вывод и оплот. И приступаем к авоскопированию. Берем яйцо, берем фонарик и прикладываем. Здесь, конечно, у меня не очень удобный фонарик, но... Как бы его сделать-то? Ладно. Но здесь уже видно, смотрите. Вот он. Вот он, паучок. Здесь гусенок будущий. Видите? Очень хорошо видно. Класс, шикарно. Держи, курочка. Твоё. Так. Здесь, смотрите. Оп. Какой здоровенький ты тоже. Есть оплот. Значит, у нас яйца не перехладились. И тут есть, смотрите. Вот видно, видите? И тут есть у нас все четыре комбо. Все четыре зародных. Смотрите, вот тут прям хорошо видно. Живой гусенок. Либо цыпленок. Даже вот так видно. По индюшинам пока не видно, потому что какой день? Только второй. На пятый день прям хорошо видно. Понять пока что еще, ну, невозможно. Видите? Ничего не видно. Будем ждать. Сиди дальше, курочка. Молодец, молодец. Все, уходим. Ну что, гусятам быть. Четыре яйца из четырех. Ну, я считаю, в зимнее время. При том, что они собирались в такие морозы, там, 30 градусов. Я думал, там половина яиц вообще переохладились. А оказывается, нет. Все живенькие, хорошенькие. Хорошо развиваются. Одинаково. Курочка молодец. Все хорошо греет. Через дня три уже проверим индюшины. Будем смотреть, какой там оплод. Интересно вообще, топчет ли Валера и Снежку-то я ни разу, например, не видел. И у гусей, конечно, я не видел, но посмотрим. Курочка, кстати, у нас зовут Мать-Переза. Не просто так. Она у нас, видите, всех приутила. Но я думаю, на выводе она в шоке будет своих деток. Ну, подождем. И посмотрим, что получится из этого. А давайте посетим сразу и наш инкубатор. Как тут наша искусственная наседка-то? У нас тут перепела инкубируется. 110 штук заложили. Сегодня седьмой день. Вывод уже планируется через 10 дней. Время-то идет. Посмотрите. Давайте осторожненько глянем. Буквально быстренько. Вот они. Все, закрываем. Это у нас перепела маньчжурской породы. Вот. Все. Все тут температура. Кстати, смотрите. Оцените зимний огород. Здесь вот посадил еще цветочки. Огурец для зимнего огорода. А еще немного похвастаюсь. Тут, смотрите, какая красота. Здесь у нас эустомы, томат, рукола, салат, редис. Тут салаты. В общем, я вообще в восторге. Сок посадил. Горячая пора в деревне начинается. Рассадный сезон. Семена сажать. Инкубации, выводы. И скоро и птички, и утки все начнут нестись. И понесется. Поэтому пока есть немного времени, немного отдыхаем.